Так, ну что, давайте разыграем игру. Чё такая картинка? Чтоб процессор не нагружала. А-а. Так, с чего начинать, Юля? Я ж конкурсы и не знаю, как их проводить. Ну, критерии какие были. Подожди, с чего начать? Так, чат видно, видно, да? А, теперь уже видно, видно было браузер, да? Да, всем удачи, ребята. Так, вот браузер видно. Фу, от него и сейчас воняет. Так прикольно, смотри. Картинка ушла туда. Это как, это... Игла у... Сейчас было как-то уже. Итак, всем привет! Вы на канале GameDog. Сейчас проведём конкурс, разыграем игру Волсон. Для участия в конкурсе, под видео с конкурсом, нужно было оставить любой один комментарий, нажать и поделиться. Поделиться можно было где угодно. И фейсбук, контакт, одноклассники. И даже можно было в инстаграме делиться. Где хотите, короче, можно было поделиться. Участвует 19 человек. А, давайте я скажу, по какому принципу будет выбираться победитель. Потому что там смотрю, по видео вроде бы всё внятно и понятно рассказал, но всё равно у меня были вопросы. Программа. Сайтик. Вот данный сайт. Сюда я вставляю ссылку на конкурс. Этот сайт автоматно выбирает один рандомный комментарий. Я перехожу на канал этого человека. В описании этого канала должна быть ссылка на его страничку, куда он делился конкурсом. На любую его соцсеть. Я перехожу на канал, смотрю соцсеть. Если на канале у него есть репост конкурса, всё, я пишу ему. Поздравляю, вы выиграли игру. Могу просто игру подарить в стиме, купить как подарок. Если вас игра не интересует, могу деньгами отдать. Но деньгами только или на карту привата, или на вебмани. Других способов у меня нет. Или просто можете другую игру выбрать не дороже, чем в Волсен. А теперь стопониканье, давай комментарии почитаем. Ну, читаю, что там пишут. Так, про кота. Всю жизнь не чистил зубы, так его и не приучить. Понятное дело, что не приучить. Я просто попробовать хотела. Любое животное не приучишь чистить зубы, в принципе. Лесные горки. Да, это последнее видео, наверное, на блог, в канале блоговое. Рыбы вчера выкладывал. Блоговое, я уже уточнила. А, блоговое, да. Здрасте. Ракалушка Блэк. А, ракалушка, привет. Господи, как я сказала. Привет. Привет. А если я делился в личку? Есть такая функция, в принципе, я иногда тоже в личку делюсь, типа в Инстаграме. Я не знаю, как Богдан будет решать этот вопрос. В смысле в личку? Я не знаю. Ну, вот в Инстаграме есть поделиться и поделиться личным сообщением, допустим, в контакт кому-то. Не на стене, не в общее обозрение, а поделиться личным сообщением. Я правильно поняла? Я такой функции не знаю. Но, в принципе, это нелогично, типа, делиться личным сообщением, потому что никто его не увидит. Какой смысл тогда им делиться? Так, я вот посмотрел поэта, повторных комментариев я не вижу. Спасибо хотя бы на этом. Это условия все соблюли, как говорится. Никто по два комментария не написал. По Варику... Я же тебя уже каждый раз буду спрашивать. Я тебе уже сто раз отвечал. Завтра ж. Завтра. Друзьям отправил и в сториз выложил. И вот, сториз это не совсем личное сообщение. Так я же просто сториз это не смогу проверить. Сториз, он только день в день хранится. Ну, если человек продлит, типа, его из архива, то он может не только 24 часа храниться в сториз. А что реклама постоянно крутится? Ладно. Короче, что мы делаем? Берем ссылку, куда-то должен идти. Таймер удалить. Так, берем ссылку эту на конкурс. Копируем. На сайт. Вставляем. Так, видео называется розыгрыш игры. Все правильно. Загружаем данные. Данных немного. 19 участников. Загрузка прошла мгновенно. Лайки только у одного отображаются один. Что это значит? Ну, комментарий лайкнул. А. Ну что, нажимай ты, Юля, на. Господи. Кот, давай ты нажмешь. Если что, Юля виновата. Я нигде ни при чем. Видите, вся власть в моих руках. Вот так всегда, как чуть что, какие-то важные решения женщина принимает, а потом... Мужик, мужик. Данил Ларченко. Денис. Денис Ларченко. Просто Данил бы у тебя был. Данил Ларченко. Сейчас зайдем проверим. Кстати, это он вчера, кажется. 18.02. А где дату посмотреть на этом компьютере? Мне вот интересно. Нет. Позавчера. Так, переходим на его комментарии. Данил. Да какой Данил? Ну, Денис. У меня привычка Данил. Я... Данилов много. Что привычка? Тебя дебилом будут обзывать, скажет привычка. Так. О канале. ВК. Ну, вот. Вот он и выиграл. Город Быхов. Такой же город, такой не знаю. Ну, много кто город Чернигов не знает. Так он ложил старше меня, ничего себе. Я думал, на меня все молодые подписанные. Так, пиши ему там. Поздравляю. 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 Блэкстар. Хеллоу, хеллоу. Боди24. Я тебя поздравляю. Ты получил этот... Рейтинг в чате. Ранг. Рекрут. Хоть с этим можно тебя поздравить. С конкурсом не повезло. Надо такие конкурсы делать. Взять там игр 5 недорогих. А вот штук 5 игр взять, чтобы... Ну, чтобы конкурс дольше длился. Ты столько текста пишешь. Я бы там бы два слова написал. Поздравляю, да и все. Что ты еще пишешь? Ну, что. Вот так вот провел я свой первый конкурс на этом канале. Думаю, еще конкурсы тоже буду проводить. Только, я думаю, нужно взять так, чтобы призов было побольше. Чтобы конкурс как-то дольше длился. А то две кнопки нажал, все, конкурс закончился. Ну да. И сразу все разбежались. Кстати, сегодня особенная дата, если кто не заметил. 20-е, 02-е, 2020-е. Только нули и двойки. Да. О, он что-то печатает уже. Написали, жалко, какой-то мородатый мужик выиграл. Он даже сразу ответил. Ладно, я ему это, отпишусь после стрима. Ну, просто особенная дата. Да, личную переписку вообще нельзя выкладывать. Ну, чтобы люди и видели, типа... Он на ютубе с 12-го года, прикиньте. С 12-го года. Вот это старичок. А ты из какого? У меня аж разные каналы. Не, у меня были каналы, где там года 12-го, но они уже заблокированы. Нокия? Ты о чём? Какая Нокия? Если он с такого года... Может, была когда-то в молодости. Так у меня была Нокия. А у меня не было, у меня Симмонс был. И Сим? У меня Нокия была, только я не помню, какая там модель была. Симмонс и Соньки. Соня Эриксон.